Зима намекнула артёмовцам, что уже не за горами, а где-то совсем рядом. А ещё ближе, 26 октября, день, когда подрядная организация, занятая в реконструкции сквера Победы, должна сдать весь объём выполненных работ первого этапа. Но, по факту видно, невооружённым глазом реконструкция далеко не на стадии завершения. Как вы оцениваете ситуацию на сегодня? Она нормальна или нет? Странные вопросы. Ну, как она может быть нормальной? Белые мухи летят. Сегодня у нас 18 число, 26-го, должны сдать работу. А тут ещё треть не сделана. Ну, а что мы можем сделать? Мы попробуем разобраться в ситуации и доложим высшестоящим руководителям нашим, и всё, что мы ещё тут можем сделать. В преддверии ожидаемой даты в сквере собрались представители жилкомстроя, заказчика, подрядной организации, средств массовой информации, общественности и правящей партии. Напомним, реконструкцию сквера курирует партия «Единая Россия». Я закреплён за этим объектом, значит, у нас за каждым объектом закреплён депутат от партии «Единая Россия». Да, это в области закреплён. Вот мы решили собрать рабочую группу и так всем вместе разобраться в этом плане. В рамках первого этапа реконструкции подрядчик должен был уложить плитку, установить мемориал и входную группу, освещение и провести работы озеленения. На сегодняшний день по факту освещения нет, как нет мемориала и входной группы. И плитка уложена на одну треть к финишу. Куратора проекта депутата Думы Артёмовского городского округа Александра Соловьёва ситуация крайне возмутила. Дело в том, что юбилейная дата 75 лет. Если мы останемся без парка, я так думаю, что это будет скандал. И скандал большой, потому что у нас ветеранов Великой Отечественной войны, уже можно сказать так по пальцам перечесть, да? Вот мы в этом году поздравляли, где-то остаётся меньше 30 человек, да? Сколько доживёт до следующего Дня Победы, мы не знаем, да? И вот придут они, а памятника нет и аллеи нет. Ну, я думаю, конечно, это не только ветеранам будет больно и обидно, да? Но и всем жителям города, потому что это же великий праздник. Не будем. Праздник Великой Победы. Боль и обиду испытают жители Артёмовского городского округа, если к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сквер останется в таком недоделанном виде. Но и для муниципалитета будут свои последствия, о которых несколькими днями ранее свой рабочий визит в Артёмовский поделился министр энергетики ЖКХ Николай Смирнов. Что касается, какие санкции могут произойти в том случае, если работа не будет выполнена в этом году. Во-первых, штрафные санкции будут наложены на подрядную организацию, которая сорвала сроки. Второе, это нужно говорить откровенно, что при конкурсном отборе проектов на следующий год, муниципальное образование, сорвавшее предыдущий этап, получает минус 5 баллов. Соответственно, шансы получить деньги на следующий год, они снижаются. В то же время, я прекрасно понимаю, что в год 75-летия Победы не завершить этот проект – это, я считаю, преступление перед теми, кто отдал свою жизнь. Напомним, министр отметил, что сейчас реконструкция Сквера Победы будет на особом контроле у министерства. И ровно через неделю Николай Смирнов пообещал вернуться, чтобы оценить продвижение работ. Сегодня в преддверии исходящих сроков остается разводить руками, искать ответственного и надеяться на чудо. Вдруг у нас в апреле месяце погода будет нормальная, и они все сделают? Вдруг? Администрация в любом случае ответственна за этот вопрос не ко мне. Вы как лидеры, вообще-то у нас партии, он тоже не на нас. Член партии, член полицейсовета. Что он, как это? Да, может быть, и его надо было пригласить в группу рабочую, я не знаю. Но, скорее всего, это было бы правильнее. У общественности в первую очередь возникают вопросы к подрядчику. Почему и когда? Когда вот этот срок определяли, значит, вы должны были предположить, что в априори получается, что в октябре месяце до Урали может выпасть снег. Да ведь? Да. Ну вот он не застал себя ждать. Что дальше? Вот вас 20 часов, ну пусть сегодня 18 число, но осталась неделя грубая. Что вы за эту неделю? Вы все устаете? По словам подрядчика, ситуация со срывом срока произошла в том числе и по вине жилкомстроя. У нас не было продольного профиля земельного по парке. Именно конкретно места проекта. То здесь должна быть ликтирована. Если вы помните, да, что у вас здесь было занижение. Занижение было на полметра. И там было занижение отсюда, до туда, еще метр шестьдесят. Не было этого продольного профиля. Он отсутствовал. В проекте передом нам закачивали. Из-за этого у нас срок сместился на месяц. Письмо было написано, об этом как бы все в курсе. Мы по плитке, да, немножко вот не успеем. Ну, снег вот в данный момент у нас, если не будет минус там 7, 8, 9 градусов ночью, то плитки мы вполне качественно сделаем. Что касается светильников, то подрядчик пообещал, что на следующей неделе они будут установлены. Хорошо, тогда вот этот месяц переговорили, ну, какие-то нюансы там плюс-минус, значит, кто-то виноват, мы сейчас бесполезно об этом говорить. Вот эти два месяца, что опять, какие были препятствия для того, чтобы ускориться и в сентябре, даже вот еще похода стояла до 10-го числа, абсолютно можно было, значит. Искать виновного в сложившейся ситуации сегодня нет смысла. Проблема есть, все понимают, что сроки срываются, поэтому и решать вопрос необходимо совместно – подрядчику, заказчику и администрации в том числе. Тем не менее, у каждого сегодня свои версии происходящего. Дело в том, что наш партийный контроль заключается в том, что мы смотрим, как производятся работы, фотографируем, отправляем в вышестоящую организацию. Дело в том, что, конечно, то, что здесь не дорабатывается, видно в течение последнего месяца жесткое отставание. Вот многие приходят и говорят, вот вы должны вмешаться, работы остановить. Но дело в том, что есть подрядчик, есть заказчик, мы же общественная организация. Мы можем только увидеть, подсказать, ну и, значит, доложить руководству о том, что подрядчик вовремя не успевает выполнить работы. Как я понимаю, вот из услышанного, у подрядчика есть вопросы к заказчику, что они не своевременно предоставили какую-то там техническую документацию, что они своевременно не смогли приступить к работе, да, согласно договору, значит. У заказчика есть вопросы к подрядчику, поэтому вот мы видим, что у них есть между собой недопонимание, да. Но я думаю, ведь это два предприятия, да, и в конце концов, если вдруг что-то будет невыполнено в сроке, я думаю, ну, они будут встречаться в суде и там уже выяснять, кто прав, кто виноват, а мы оценку тут какую можем дать. Мы с вами точно виноватых не найдем. Я так понимаю, что подрядчик пытается уйти от ответственности, то есть, и они сейчас юридически ищут все возможности, чтобы, значит, выставить нас виноватыми, так скажем. Но со своей стороны, еще раз повторюсь, все вопросы, которые поступали, мы оперативно решали, то есть, мы никогда не затягивали, даже если какие-то есть несостыковки в проектной документации, значит, нами было направлено письмо, что в процессе производства работы, если возникнут какие-то, значит, непредвиденные работы, чтобы они это все, значит, фиксировали, смечивали, направляли в наш адрес замечания. То есть, ну, официально до настоящего момента никаких замечаний, вернее, не поступило. По словам заместителя директора МКО «АГО Жилкомстрой» Дмитрия Ефимова, по вопросу о переносе сроков сдачи объекта предприятие заказчика совсем это не устраивает. Ведь продление сроков – это противоречит 44-му федеральному закону. Нами было направлено письмо, так скажем, предостережения, когда мы начали понимать, что сроки у нас затягиваются, значит, ну, получили от них, соответственно, ответ. Значит, ну, он нас, конечно, не устроил, потому что по срокам, согласно 44-го федерального закона, сроки по контракту, они не подлежат продлению, то есть это одно из основных условий контракта – цена и сроки, так скажем, выполнения работы. Несмотря на то, что объем выполненных работ большой, а сроки заканчиваются, подрядчик не теряет надежды справиться с задачей хотя бы к 10 ноября. Работа у нас находится вообще в стадии завершения, я считаю так, потому что из всех работ осталось положить плитку, глобальная работа сделана, это основания, вывезены были грунты, завезены были грунты, непосредственно сыпучие материалы. Сделаны были срезки всевозможные, чтобы не топило, больше парка не было, болота. Ну, и получается, заказан памятник, заказаны светильники, только осталось установить. Что же касается входной группы и мемориала, о готовности которых можно судить лишь по слухам. Ведь фотографии ни в жилком строй, ни министру Николаю Смирнову так еще никто и не предоставил. То, по словам подрядчика, они готовы, но переделывались. Что, кстати, также отметил подрядчик, повлияло на заминку в работе. Входная группа готова, там были вопросы по ее установке в проекте. Она заложена, входная группа, она весом всего 370 килограмм, и невысокая, на нее может повиснуть несколько человек, и она загнется. Мы ее пересогласовали на чуть потяжелее, чтобы она была побольше и помассивнее конструкция, чтобы вандалы ее не разгромили. И ждали уже от своих проектировщиков непосредственно чертеж на фундаменты, чтобы сделать закладные. На следующей неделе, да, конечно, она готова уже. На следующей неделе мы заливаем фундаменты, и она будет уже стоять на месте. Мемориал, он заказан и оплачен, как бы 90%, вот ждем, когда привезти. Там тоже с камнями были вопросы. Главной причиной срыва срока, определенного контрактом, подрядчик называет отсрочку начала работ по просьбе администрации. Тендер мы выиграли в конце июня. К работам мы приступили после 15 июля, потому что попросили нас, непосредственно заказчика администрации, приступить после Дня города. Мы фактически приступили к работам с 20 августа. 20 августа нам был передан непосредственно, площадка передана под монтаж работ. Ну, вообще, по письму сейчас, если считать, что мы на месяц позже начали, мы на месяц позже должны закончить. Штрафных санкций подрядчику, конечно, не избежать. Ведь до 26 октября ему при всем желании не успеть завершить полностью весь фронт работ. Поэтому что же нас будет ждать к 10 ноября в Сквере Победы, пока остается интригой.